доброе утро здравствуйте преподаватель так у нас сегодня собственно доклад один запланирован был николаев но его как я вижу нет туда возможно сейчас подойдут до поля и какие-то вопросы есть может быть нет вопросов да хорошо а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Николаев появился. Да, я тут. Ну, давайте заслушаем вас. Хорошо, сейчас. Я просто увидев количество людей, подумал, что уже занято. Нет, вы один, никто не рвется получать дополнительные баллы. Ну, процентов 20 получает двойки обычно по этому курсу, и один-два человека отчисляются к концу шестого курса, не пересдав его. Ну, это нормально. Так, видна презентация сейчас? Да, давайте, да. Доклад у меня будет касаться алгоритма асимметричной криптографии RSA. Он назван по его авторам, фамилиям. На данном слайде представлено короткое содержание. И начнем сразу же сначала с основного, главной особенности асимметричной криптографии, а именно то, что используются два ключа, а не один как симметричный. У нас есть открытый ключ и закрытый ключ. То есть, в чем особенность? Шифрование у нас осуществляется с помощью некоторой функции, которая будет использовать данный открытый ключ. И, использовав эту функцию на исходное сообщение, мы получаем зашифрованное сообщение. Открытый ключ функции вообще может быть в целом любая, зависимо. В нашем конкретном случае это будет модульная арифметика. А расшифрование используется с помощью закрытого ключа. Тоже какой-то другой функции. Она может быть той же самой, может быть иной. И тогда получаем исходное сообщение, в отличие от симметричного шифрования, где мы как для шифрования, так и для расшифрования используем один и тот же ключ. Здесь 5 этапов алгоритма RSA и начнем сразу с генерации ключей. Мы выбираем два случайных больших простых числа P и Q, находим их произведение, которое будет являться модулем в нашей модульной арифметике, когда мы будем производить дальнейшие действия. Вычисляется функция Эллера, то есть число взаимно простых с ним чисел меньших n. Оно вычисляется для произведения двух простых следующим образом, P1, Q1. И это нам нужно для того, чтобы определить какую-то открытую экспоненту, то есть это часть открытого ключа. Это будет наименьший общий делитель между вот этой открытой экспонентной и функцией Эллера от нашего n. И далее будет, конечно, упоминаться о том, что маленькие открытые экспоненты уязвимы для атак, поэтому желательно выбрать, конечно, чтобы оно было не маленькое число, не 2, не 3, а какое-то большее число. Ну и, естественно, оно должно быть меньше самой функции Эллера. Закрытые же экспоненты вычисляются как обратные по модулю уже функции Эллера. И таким вот образом мы получаем тогда как раз-таки закрытый экспонент, и это основное, где как раз-таки кроется его криптоустойчивость данного алгоритма, а именно вычисление вот этой закрытой экспоненты. Ну и пара E, N, это ключ, а D, N, закрытый ключ. E и N мы, соответственно, не держим в секрете, мы держим в секрете только закрытый ключ. Шифрование и расшифрование здесь производятся достаточно просто. Для того, чтобы найти зашифрованное сообщение, то мы просто исходное сообщение возводим в степень открытой экспоненты по модулю N, а для того, чтобы расшифровать, мы зашифрованное сообщение возводим в степень закрытой экспоненты и получаем исходное. По похожему же принципу осуществляется цифровая подпись, но здесь мы, во-первых, делаем наоборот, то есть мы шифруем с помощью закрытой экспоненты, то есть со стороны отправителя, а расшифровываем с помощью открытой экспоненты. Но помимо этого мы еще шифруем хэш какое-то сообщение, то есть чтобы получить как раз-таки подпись. Вот такое вот отличие будет. А в целом идея одинаковая, как для простой передачи сообщений и создания цифровой подписи, для того чтобы подтвердить подлинность отправителя. Ну и вот далее проверим корректность расшифрования и, соответственно, цифровой подписи в том числе. То есть нам надо подтвердить то, что m в степени e и в степени d по модуле n это будет исходное сообщение. Ну, рассмотрим тогда, обозначим расшифрованное сообщение как m'', то есть это вот c в степени d, которое является m в степени e. И еще в степени d. Ну, соответственно, мы просто перемножаем степени. Но так как e и d, они у нас по модулю функции эллера, они равняются единице, то значит можно записать, это значит, что остаток отделения единицы, то можно записать вот в следующем виде 1 плюс k на fn. k нам не важно какое-то, просто какое-то k. А так как fn это функция эллера, то по малой теории ферма остаток отделения будет единица, по модуле n, тогда у нас вот это превратится просто в единицу и останется исходное n. Ну и значит, соответственно, получаем исходное сообщение. Для подписи делаем абсолютно то же самое, только просто d на e, соответственно, умножение коммутативно, поэтому ничего не меняется. Остается то же самое, исходное сообщение. Только тут здесь вот чуть-чуть ошибся, а здесь хэш от нее. Ну и рассмотрим коротенький пример на малых числах. Это вот p и q, азиум небольшой, ее 61 и 53, два простых числа. Вычислим от них произведение и функция эллера, которая получится вот таким вот образом. Дальше выберем какую-то открытую экспоненту, то есть простое число, ну в данном случае 17, тоже небольшое. В реальных алгоритмах это, конечно же, плохой вариант, это слишком малая такая открытая экспонент. Тогда можно будет взломать легко. Вычислим закрытую экспоненту, и вот уже получаем то, что 2753, не такое простое число. Вот его уже взломать, не зная, так сказать, полной информации, было бы весьма трудозатратно. И далее как раз таки проведем процесс шифрования-расшифрования. И вот видим то, что даже на расшифровании на таком маленьком примере у нас уже какие-то вычисления получают. Это 2790 в степени 2753. И этого, естественно, взломать намного сложнее. Если вот мы получили только зашифрованное сообщение, то как-то получить результат глубокого трудозатрата. Ну, дальше рассмотрим коротко преимущества и недостатки вообще асимметричной криптографии, не только алгоритмы РСА. А именно то, что безопасность передачи ключей, потому что нам не нужен какой-то защищенный канал, как в симметричной криптографии, когда мы имеем только один ключ, нам нужно обеспечить его безопасность. В данном случае открытый ключ нам не нужно его обеспечивать, мы держим в сохранности только закрытый ключ, и им не делимся ни с кем. Аутентификация – это как раз таки потому, что позволяет цифровую подпись создавать, поэтому легкая аутентификация. Универсальность – потому что мы пользуемся только свойствами чисел, а, соответственно, применять можем это где угодно. На какие-то особенности области применения мы не опираемся. Вот гибкость и масштабируемость – это такая двоякая, так сказать, и преимущество, и недостаток, потому что мы создадим один набор ключей и можем использовать его, собственно, для большого количества пользователей, то есть у всех будет в целом одинаковый закрытый ключ. Но помимо того, что это преимущество, это также можно отнести к недостаткам, вот проблемы с управлением ключами, потому что если мы потеряем, если мы каким-то образом скомпрометируем закрытый ключ, то, соответственно, все, что было им зашифровано, все будет сразу же раскрыто. То есть это двоякая такая вот в плюс. Ну, высокие вычислительные затраты здесь – это просто сравнительно с симметричными алгоритмами, которые считаются намного быстрее, намного проще. Размер ключей, соответственно, как я уже упоминал, нам нужны большие простые числа для того, чтобы уровень безопасности достигал все тот же сам. Ну и сложность реализации, хотя это и не относится конкретно к RSA, RSA, он наиболее употребим как раз-таки из-за своей относительной простоты, поэтому он даже сейчас в большом количестве систем применяется. Другие же алгоритмы, там, например, Диффи Хеллмана есть такой вот на эллиптических кривых, он более сложный, ну и в целом вообще асимметричные алгоритмы шифрования, они сложнее, чем симметричные шифрования. Поэтому на некоторых устройствах, если мы хотим, на малых устройствах, которые имеют недостаточно вычислительных ресурсов, их будет сложно реализовать. Ну, дальше тоже коротко некоторые приложения асимметричной криптографии. Это, например, протоколы SSL-TLS, то есть Secure Stocket Lairs и Transport Lairs Security. Они используются для того, чтобы установить защищенный канал связи между сервером и клиентом. Ну и тут RSA используется для того, чтобы зашифровать сеансовый ключ как раз-таки между ними. Цифровые подписи, ну, как уже было упомянуто, раз оно позволяет создавать цифровые подписи, а в большинстве алгоритмов надо будет подтверждать каким-то образом аутентификацию. Соответственно, в различных стандартах можно будет использовать данный алгоритм. PKI или инфраструктура открытых ключей, она используется для управления цифровыми сертификатами и в целом тоже обеспечивает безопасность и аутентификацию в различных системах. Ну вот, например, электронная почта, VPN и еще разные могут также использоваться для этого. Ну и создаются, собственно, сами сертификаты с помощью алгоритма RSA. Ну, интернет вещей — это уже как раз-таки к самому RSA можно отнести, потому что там устройства интернета вещей, они достаточно маломощны, и в целом именно такой алгоритм, который достаточно несложный, как и RSA, можно использовать на данных устройствах. Дальше рассмотрим различные атаки, к которым можно применять и к которым уязвим данный алгоритм. Первый — это атаки по времени, то есть можно замерять разницу во времени, которая тратится на разные этапы алгоритма. То есть таким образом получить некоторую информацию о нем. То есть генерация ключей производится, очевидно, намного быстрее, чем расшифрование с использованием закрытых экспериментов, вот как мы видели, какие числа. И вот за счет этого можно получить некоторую информацию. Дальше — атака с использованием побочных каналов. Там их два таких есть, это дифференциальный анализ мощности и анализ электромагнитного излучения. Собственно, идея похожая тоже на разные этапы алгоритма. Используется больше вычислительных ресурсов, где-то меньше, где-то больше. И точно так же от устройства может исходить излучения более интенсивные и менее интенсивные, соответственно. Дальше — атаки на основе ошибки вычислений. Они используют намеренные сбои в работе самих криптографических устройств. То есть уже сам злоумышленник может использовать электромагнитное излучение, создавать определенные помехи, которые вызовут ошибки в работе алгоритма. И уже анализируя вот эти вот ошибки, злоумышленник может тоже получить некоторую информацию. Ну вот атака с малой экспонентой тоже уже, как я до этого упомянул, то, что если она будет мала, то взломать будет намного проще. Банально просто перебрать первые простые числа можно для этого. И это уязвимое, соответственно, идет как к малой, так и к закрытой экспоненте. То, что атака будет это уязвимым. Дальше — атака с выбранным шифротекстом. Ну, это в целом, как вообще к всем алгоритмам криптографическим, относится. Таким образом, если у нас есть экземпляр шифротекста, и мы можем получить из него исходное сообщение, ну, часть исходного сообщения, то используя, опять же, эту информацию, мы можем лучше попытаться взломать исходный алгоритм тоже. Ну и квантовые алгоритмы — это алгоритм Шора, который используется на основе квантовых вычислений, то есть разложение на простые числа, но на данный момент пока что это еще не особо работает. Насколько мне известно, пока что смогло с помощью квантовых вычислений разложить на множество этого числа 28. Так что пока что это еще не настолько, никак не применяется на данный момент. Ну и здесь вот как раз и источники, на которые там стояли ссылочки. Ну и на этом у меня все. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Да, с квантовыми алгоритмами пока плохо. Ну, хорошо, да. РСА он уже, так сказать, на грани, когда будет считаться устаревшим. Сейчас ключ не менее 2К, лучше 4К, но многие железки больше, чем 2К, просто не поддерживают. 1К ключ считается совсем не секьюрным. Да, заменяется интенсивно вот такого типа криптография на криптографию на эллиптических кривых. То есть там у нас с поля голова заменяется в поле эллиптических кривых. Принципиальной разницы нету. Основной выигрыш в том, что длина ключа уменьшается. Ну а соответственно уменьшается длина ключа, уменьшаются накладные расходы на работу с ключом. То есть легче считается он. то есть при сопоставимой длине он намного более секьюрный, а при сопоставимой секьюрности намного более короткий. Ну не намного, в несколько раз, конечно, да. Но и это очень хорошо, потому что такие большие ключи обсчитывать, конечно, крайне сложно, особенно в железках, а не на компьютере. Ну, так что постепенно идет замена стандартной криптографии на криптографию на эллиптических кривых, только потому, что удобнее считать, поле голова постепенно уходит. Все это вполне естественно. Но, пожалуй, и все тут, больше и сказать-то нечего. Так, вопросы какие-нибудь остались? Есть? у нас все получается крайне кратко, поскольку почему-то никто не спешит свои баллы повысить. Ну, ладно. Вопросы еще есть дополнительные какие-нибудь? Есть ли вопросов? Нет. Если вопросов нет, тогда, наверное, завершим нашу встречу на сегодня. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.